Новое дополнение, новый рейд, новый экзот, который мне не упадет за полсотни закрытий этого рейда. Однако, смог вероломно заполучить экзот на тест и, поиграв с ним, готов рассказать, стоит о нем мечтать или нет при заходе в рейд. Но сначала, небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнение Королева-Ведьма. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Двинг есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Импульсная винтовка – коллективная ответственность. Падает абсолютно случайным образом с последнего босса. Все зависит от вашего везения. Главный экзотический перк – вампир пустоты. Благодаря ему оружие выкачивает пустотное ослабление при нанесении урона по подавленным, ослабленным или нестабильным врагам. После того, как вы выкачаете достаточно энергии, переводите пульсу в альтернативный режим стрельбы. В нем нанесение урона из данного оружия будет накладывать тоже пустотное ослабление и дебафать мобов на 15%. Второй особый перк винтовки – теневое обеспечение. Благодаря ему оружие автоматически перезаряжается при получении эффекта пожирания, активации невидимости или пустотного щита. На бумаге кажется, черт ногу сломит. Как это работает на деле? Если враг подавлен, ослаблен или нестабилен, так вот, если враг подавлен, ослаблен или нестабилен, то попадание из этого оружия по ним как бы копирует этот эффект на винтовку. Ослабляете, стреляете три очереди по цели, получаете баф, зажимаете перезарядку из этого момента и в течение последующих 10 секунд оружие будет стрелять пустотными ослабляющими зарядами. Что в целом неплохо звучит, да? Да, только вот сам урон от этой винтовки по тем противникам, по крайней мере которых вы захотели бы подавить и задебафать каким-либо образом, будет просто смешной. Экзотик просто не наносит того урона, который может нанести сейчас, к примеру, даже идеальная эпидемия с катализатором. Зато уж в чистке мобов коллективная ответственность хороша. Ага, экзот рейдовый, для чистки красных мобов. Клёво придумано, да? Ну, какой экзот на белых патронах сейчас не справляется с этой задачей? Да любой справляется, а от рейдового мы всё же ждали чего-то поинтереснее, верно? Добавим сюда ещё один факт, что после того, как действие заряженных патронов с дебафом заканчивается, на игрока вешается штраф, который ограничивает возможность быстрой реактивации экзотического перка. Потому что нехер тут дебафать с импульсной винтовки, когда тебе целый подкласс переработали под это. Кстати, да, с переработанным подклассом пустоты пульса работает на ура. Я тестил на ханте со стандартным для нас уже билдом на колодцы и нестабильные патроны. Кстати, если даже о таком простом билде нужно видео, обязательно напиши в комментариях, чтобы я увидел и может быть череда каких-то коротких видео, типа там билды за 3 минуты сделаю. Ну так вот, тестил с билдом на нестабильные патроны и было приятно, что не всегда нужно было сломя голову бежать за пустотным колодцем, чтобы их зарядить. Просто три берста по ослабленному врагу и потом в нужный момент переключив режим огня, у нас и появляются любимые взрывные пустотные нестабильные пули. Если вы активируете эффект пожирания и убиваете с помощью коллективной ответственности в зарядке, то продлеваете действие этого эффекта. Так что да, в пустотные билды пульса встает нормально при правильном распределении модов. Но ты наверное уже хочешь перебить меня, поставить на паузу и написать комментарий про другую экзотическую пустотную пульсу, которая тоже работает с такими билдами нормально. Гравитоновое копье. И да, будешь недалек от правды. Разница и правда не такая уж огромная, как хотелось бы. Да, тут есть дебаф, этот эффект накопления, доп эффект. Но так ли он нам полезен? Особенно со штрафом после его использования. Что вообще какая-то жестокая шутка, честно говоря. Зачем он тут? Подводя какой-то вердикт. Ну вот я про сколько экзотов этого дополнения говорил, что все они такие классные, один лучше другого. Там 9 из 10, 9 из 10. И кто бы мог подумать, что именно рейдовый экзот, фактически самый желанный, сломает это правило и покажется мне вообще не стоящим того. Редкий экзот, который интересно может быть интегрирован в билды блестяще переработанной пустоты 3.0, годится только для убийства мобов с красной полосой здоровья. А это сейчас буквально преимущество любого экзота из-за ребаланса. Не будь общего бафа урона, то коллективная ответственность вообще бы сразу с ноги летела на разбор на детали. Ну как говорится, окей. Я очень надеюсь, что его как-то переработают, чуть бафнут, может быть этот самый штраф уменьшат или вообще уберут, и игроки смогут придумать ему применение. Но пока что, если выбил, молодец, везунчик. Если не выбил, расстраиваться вообще по-моему не стоит. Оценка 5 из 10 этой пульсе, мой предел. Больше, увы, рука не поднимается. И прежде чем ты выключишь видео, еще раз донесу очень важное сообщение на случай, если пропустил предыдущее видео. Существование и дальнейшая работа канала Трипл Вайп и всех его ресурсов сейчас зависит от тебя конкретно. Во-первых, с канала, как и со всего русскоязычного ютуба, сняли любой доход для авторов. Так что его судьба буквально зависит от страницы с подписками на бусти. Ссылка на него в описании. Сейчас там 25 подписчиков, которые поддерживают канал финансово. В следующих роликах я буду упоминать их в благодарностях. Во-вторых, если блочат все соцсетки, вот в инстаграм ушел, на ютуб тоже уже косо смотрят. Резервной площадкой станет канал в телеграме. Ссылка на него также в описании. Ребят, для канала и для меня это крайне важно. И как бы неловко мне не было обращать на это все ваше внимание, будет очень обидно терять дело, которое я начинал 6 с лишним лет назад. А пока спасибо каждому, кто уже подписались на мой бусти. Я рад, что мое дело вам не безразлично. Спасибо за поддержку, я ее невероятно ценю. Остальные присоединяйтесь в наш клуб, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Любая на самом деле сейчас поддержка в работе моего канала будет очень полезна. До связи, ну и удачно выбить экзот.